Субтитры делал DimaTorzok Друзья, всем огромный привет! Привет! Сегодня мы с Ванечкой и с Элечкой решили приготовить тыкву с мясом и овощами, запеченную в яме. А что из этого получится, вы, конечно, все увидите. Начинаем? Да! А для нашей начинки мы взяли мясо, а именно свинина на ребрах, говядина на ребрах, баранина и индейка. Много овощей, добавляйте, какие хотите. Мы еще добавим дополнительный картофель, чеснок и специи черный перец горошком, ну и дополнительно розмарин, томаты, базилик и сушеный чеснок, соответственно, соль. И вот наша красавица чудо-тыква, которую сейчас мы будем наполнять вот этими вкусняшками. Ну что, ребята, приступим? Да! Поехали! Срезаем крышечку. Это мы делаем вот так. Или как, вот так? А лучше давай так! Вот так! Вот такая у нас тут красотища. Созрелая. Вот мы в процессе. Уже почти очистили. Зрелая, сочная тыковка. Скоро пойдет на угли. Сейчас все это дело мы... Вот, вычистим. Тыкву мы нашу очистили. Начинаем заниматься начинкой. Лук нарезали. Теперь начинаем укладывать все в тыкву. Полностью кладите. Второй кабачок. Морковочка. Ну, то же самое, на полукольца. Давайте добавим мясо. У нас здесь ребрышки свиные. Наинежнейшие. Вот такие красивые. Порционно режем. Загружаем мясо потихоньку. Ну да, у нас уже почти полный тыкву получается. Вот, молодцы. Отлично. Добавим один баклажанчик. Говяжьи ребрышки добавим. Наверное, вот так вот. Откладите. Аккуратно. Сейчас присолим. Добавим черного перца. Сушеный чеснок, базилик и томаты. Немножко розмаринчику. Ну и продолжаем укладывать. Кладите. Будете? Будете? Я тоже с вами. И мелко нарезаем. Добавим немного перца чили. Чуть тоже розмаринчику. Присолим. Черного перчика молотого. Закрываем нашу крышечку. И начинается самый интересный момент. Мы будем сейчас вот эту тыкву заворачивать в фольгу. А помогут мне мои помощники. Упаковываем мы нашу тыкву в фольгу. Но перед этим делом я хочу поблагодарить Сергея Кузьмичева за предоставленные проставки в казан. Для приготовления блюд на пару. Их в комплекте две штуки. Кто хочет заказать себе такие проставки, вы можете пройти по ссылочке, которая будет внизу в описании под видео. И соответственно заказать. Запаковываем. Я прям поднимаю тыкву, а вы прокручивайте. Прокрутите. Натягивай. Ну скорее всего у нас весь рулон уйдет вот этой вот фольге. Здесь 10 метров. Давайте распаковывать. Все, мы запаковали нашу тыкву. На нее понадобилось нам 10 метров фольги. Вот целый рулон вот такой. Костер у нас уже прогорел. И пойдемте укладывать вот этот мячик на угли. Килорам, наверное, 15 точно. Вот наши угли готовы. Укладываем нашу тыкву. Опа. Можно ли здесь там? Снимай. Мы еще сейчас сверху небольшой костерчик разоргнем. Чтобы она пропекалась и сверху, и снизу. Примерно ждем 3-3,5 часа. Время пошло. Ребята, у нас прошло 2 часа 45 минут. Темнеет. И мы решили нашу тыкву достать. Сейчас я угли уберу. Теперь сейчас мы можем картошку запечь. Надо. М? Надо. Думаешь? Почти. Опа. Так. Ну что, пойдемте кушать. Пойдемте быстрее кушать. Мы уже проголодались. Ну, пошли быстрее кушать. Побежали. Все с полужару. Сразу прям на стол поставили. Начинаем открывать. Вы только посмотрите, какая тут красотичка нарисовывается. Посмотрите. Вот наша тыкарка. Она тут. О, она прям сбоку прям. Вари, как приколась. Хорошо. О, офигеть. Оранжевая тыкарка. Ну что. Дайте я прям вот так оторву. Ну что, открываем? Смотрим? Так. Что там? Что внутри? Раз, два, три. Вау. Вау. О, все сырое. Да. Угу. Друзья мои, простите нас, пожалуйста. Тыква наша не пропеклась. Ждали. Результат хороший. Мы тыкву нашу не допекли. Точнее, овощи и мясо не приготовили. Поэтому мы сейчас это все дело помещаем к нам домой. Включаем духовку. И еще на полтора, на два часа доводим это все дело до готовности. Поэтому включимся дома. Да. А потом включимся дома. А Ванюшку угостим завтра. Да. Вкусняшкой. Встретимся через пару часов. Приготовилась наконец-то наша тыква. В общей сложности мы держали в углях 2,40 где-то, 2,45. И в духовке она у нас простояла еще 2,5 часа. Так что, друзья мои, берите тыковки поменьше. Ну что, давайте попробуем сейчас. Давай, Елечка, попробуй. На тебе это мясо еще. Ну, приготовилась полностью. По соли отлично. Готовьте обязательно это блюдо в тыкве. Но тыковки должны быть больше 3 килограмм. Все пропечется. Все будет очень вкусно. Но большие тыквы, сами понимаете. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ждите новых рецептов. И просто будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.